Всем привет! Привет! Сегодня продолжение. У нас съемки парфюмерной с Лерой за нюх, за тест. Лера уже влюбилась, можно сказать, в новые духи, которые у меня сегодня. Да. Интересно, что это я узнаю. Оросила себя. Ну что, начинаем? Да, начинаем. Динь-динь. У нас, кстати, продолжение этой линии землетрясения сегодня было, и мы боимся, и поэтому мы решили бояться вместе. Да, было страшно. Бояться вместе веселее, на самом деле. Ну, на самом деле, ничего веселого, но тем не менее. Как-то надо, чтобы не сойти с ума от страха, да? Что-то делать. Да. Поэтому мы снимаем видос, развлекаемся и вас развлекаем. Сегодня 10 ароматов. Ну что, поехали, давай вот с этого парфюмерчика. Так, что это у нас? Написали мне ответ. Ну, потом я прочитала. Так, это у нас Black Afghan. А, вот это на Самате самый знаменитый, но я никогда его не нюхала. Я про него слышала, что это Киркоров им, что ли, там, душился. Или, не знаю, кто из, кстати, публичности. Вот, хорошо, я им попользовалась. Да. Ну, он у меня уже достаточно, достаточно. Ага. Это то, что ты надеялась. Это он. Я сегодня в Black Afghan. У нас ураган, как-то называется, даже у него название есть. Барбара. Барбара, да. Барбара? Да. Да. Вот Барбара у нас прилетела. И мне захотелось жестячка такого сегодня, черного цвета. Смотри, какой у нас сегодня этот, нуарненько так. Блин, он очень вкусный. Это мой аромат. Тут тоже есть Ут, как я уже понимаю, уже разбираюсь. И он очень похож на аромат из Байреда, который мне понравился. Как-то он называется Мумбаи. Очень похож. Но этот, мне кажется, чуть-чуть посильнее Ут чувствуется. Он очень сильный. Прям очень... Я тебе дам... Пойдем, когда в Мумбаи понюхаешь, ты поймешь, что это почти очень... Как бы надо было принести его сюда. У меня нет его. А, то есть, ты его сразу быстренько. Это очень похож. Ну, какая мне немножко древесным еще отдает. Удом. Ну, это все, что мне нравится. Аромат классный очень. Такой... Для меня он холодный. Холодный. Для меня он холодный, но обволакивающий какой-то. Такой вот аромат. Просто супер. Я вот такой бы купила. Он офигенский. Он, кстати, такой... Знаешь, я его люблю носить, я уже об этом говорила. На контрасте с каким-то летящим платьем. Поняла? Вот женственный стиль вот с такой мускулинностью совмещать. Это мускулинный аромат? Ну, как бы... Не лютики, семицветики. Так. И не зефирки. Ну, то, что не зефирки, да, но он... Просто я с собой ассоциирую, но с собой как бы я такая же. Ну, да, судя по тому, что тебе Меднайдут понравился, Джульетта. Ой, это, конечно, просто вау. Это же огонь. Вообще. Огонь вообще. Он дорогой? Нет, кстати, нет, недорогой. Я бы не сказала, что вот среди ниши он недорогой. Во-первых, смотри, это экстракт де парфюм. Да, здесь 30 миллилитров всего, они больше не выпускаются, но он очень стойкий, буду пахнуть до завтра. И около 100 долларов они стоят, не больше. То есть не 250 долларов. Поедем его купим? Да, можно. Сначала, когда он вошел в нашу страну, вообще этот бренд, по 800 шекелей они их толкали. Ого. 200 с лишним евро. А сейчас по 100 евро вообще можно найти. Особенно, если ты покупаешь срок в группе за 300 шекелей. Я его недавно видела, полный, без трех спрей. Я прям думала. Да, ты все-таки часть ритуала, знаешь, распаковать, пошелестить. И вообще прийти купить, мне нравится. И плюсы это, да, офлайн, онлайн, оффлайн покупки. Здесь, кстати, есть такая нотка, конопля. И он вокруг этой нотки, обожаю коноплю. Она сладковато-травяная, не чувствуешь? Что-то я такое чувствую, но... Нормальнейшее. Я вообще люблю коноплю в этих, знаешь, косметике. Вот бывают такие масла с коноплёй. Это просто тоже. Она тоже дает аромат? Она очень сильный дает аромат. Сладковато-травяной, да? Да, да, травянизный такой. Чуть-чуть как полынь даже, вот знаешь, какой-то такой интересный. Здесь будет сильно полынь в ароматах? Я здесь супер не чувствую, у меня с ног вот это сшибает ут и оболакивает. Ром, ты нам запорол лидер. Что двигается, подожди. Не, не запорол, сейчас все понятно. Ты чувствуешь? Нет. Что вы чувствуете? Землетрясение. Нет, я не чувствую. Я тоже не чувствую сейчас. Ты сейчас в той комнате почувствовал? Сейчас вы сидите, мы не чувствуем. Нет, мы не чувствовали. Может, надо встать? Ты сейчас чувствуешь? Да. Мамочки. Ну как ты чувствуешь? Ну то, что двигается. Пол? Может, я в тапках сейчас? Нет, сидя даже на диване не чувствую. Нет, на диване не двигается. Боже мой. Это был мой муж. Он работает из дома, когда ураганы. У меня вот такая голова кружится, может быть, это дает это ощущение? Нет, мне просто страшно. Короче, страшно, от этого, мне кажется, что все двигается. Если что, залезаем под стол. Под какой он под стол? Да, я сегодня вычитала, как спасаться от землетрясения под стол, залезть или под кровать. Если вы на четвертом этаже, мы на шестом, да? Ну ладно, короче, конопля. Конопля, да. Видишь, погорелая вот эта деревяшка, вот дымным таким. Что чувствуешь там? Не знаю, что ты чувствуешь. Ну ладно. Дымным-то, это, наверное, знаешь, что это пост-эффект такой? Может быть. Короче, такой вот немножко обгоревший такой запах сам по себе, как крышечка обуглившийся. И холодный, я тоже его вижу как холодный, не как горячий какой-то там. Вот даже сейчас, с самого года ты зашла и балажила. Скажите, я мама была вообще. Какая, вообще, что-то мне кажется. И он дорогой для меня, аромат. Да, он дорого звучит так. Блин, жалко, если кому-то это невкусно пахнет. Многим, очень многие его хейтят, как тот кирки, как бакара, вот этот красный мой флаконный, как кирки, который нам поразил. Что хейтят по-черному и говорят, что вонючий мускус порнушный. Ну, он порнушный, но он, потому что он секси. Он такой прям развратный, когда он раскрывается на горячей коже. Когда жарко особенно. И почему я его люблю летом? Потому что зимой он поскромнее звучит. Летом он во всей красе раскрывается. Очень классный запах. Тоже прям мое авто. Теперь я буду прислушиваться все видео, понимаешь? Ну, и что он? Как воробьи сидим. У нас сегодня воробьиные приемли. Да, у нас сегодня вот такие антенки. Ну, ничего. Самое главное, что я принимаю сразу меру вставать. Вставать и бежать. Куда только. Ладно, возьмем кофе. Господи. Следующий аромат. Насомата, да, будем дальше? Да, весь Насомата. Я принесла, как это мне есть. Ну что? Давай на локоть. Фантомас, кстати, да. Фантомас. Про него я ничего не слышала. Фантомас. Здесь все крышки деревянные. Вот здесь у него она такая вот, как в фольге такая. Завернутая. Очень красивая. У меня самые вот эти крутые. Насомата. Они все крутые по-своему. Мне еще нравится. Точнее нравится. Я хочу познакомиться с сорта Паризи. А, кстати, я принесла крышку. Хочу показать тебе. У них есть сменная крышка для путешествий. Маленькая крышечка. Дыня. Дыня. Видишь, какая ты молодец. Видите, Лера, какая парфюманьячка? Еще та. Это же дыня. Дыня. Его... Ну ладно, говори, что еще слышишь. Больше ничего. Я уже рассказываю. Больше ничего. Дай на тебя. Вот прям дынька на тебе. Какие ощущения? Какая она? Ну, дыня очень такая... Спелая. Может быть, она несъедобная. Какая она? Ну, знаете, бывают дыни, которые такие, как хрустящие. Вот что-то такое. Очень свежая, очень приятная. Не такая дыня, которая там такой тошнотворный запах, а вот очень такой приятный, разбавленный немножко аромат. Свежесть. Я тоже в ней свежесть слышу. Он холодный тоже для меня. Да, сто процентов. Холодный. Тоже холодный, да. Его, знаешь, что многие сравнивают и говорят, что это продолжение Black Afghan, потому что здесь есть типа покрышки, многие слышат женность. Я этого ничего не слышала. Для меня он... Вот он даже не сладкий, он просто какая-то вот немножко разбавленная дыня. Но не вот такая вот, знаешь, как в мистах, такая вот простая, а она какая-то очень приятная, не отталкивающая абсолютно. Чем тебе слышится, чем обыгрывается эта дыня? Не понимаю. Не понимаешь? Ну-ка, дай-ка. Дай понюхаю отсюда. Класс, на тебе офигенно он раскрывается тоже. Очень классный, вкусно прям так. Ну, чуть-чуть сладковатый, но не приторный вообще. У Ромы с колесами кресла? Потому что он поехал и, знаешь, показалось. Не, ну, знаешь, когда тебе говорят, что сейчас землетесение происходит, ты невольно начинаешь это ощущать. Да, нет, поверь мне, мы бы ощущаем, ну, как бы, это прям сильно ощущаешь. Короче говоря, здесь я слышу латексные такие ноты, как презерватива. Не, я не чувствую. Я слышу, типа фантомаз, как вот эта вот маска его, тонкая латексная маска. Может быть, это такой ассоциативный ряд у меня идет из-за названия, знаешь, из-за привязки к образу. И какую-то пластиковость. Вот я слышу, вот она какая-то неживая дыня. Она, типа, как бы вкусная для меня, но она, как будто бы, как сказать, несъедобная, как будто пластиковая. Как будто, ну, ты хочешь ее укусить, а она пластиковая. Вот такая, вот такое ощущение. Это свежая просто. Вообще жвачка пахнет дыней, турбо, из 90-х. Блин, ну, это свежая дыня, типа. Такое еще, знаешь, химозность, а я не чувствую химозности. Не химозность. Ну, ты говоришь, жвачка. В смысле, не настоящность какая-то дыня. А мне наоборот, вот кажется. Видишь? Еще на твоей коже, правда, она ярко очень. Она, мне кажется, такая прям натуральненькая дыня. Скажи, клевый аромат. Очень интересный. Вот крутой, вот крутой. Где ты дыню найдешь? Да, вот такой вот, чтобы тебя не вырвало от нее. Это редко. Потому что я не сильно люблю запах дыни. Именно вот в этих мистах, знаешь, во всех. Вот бывает. А здесь крутяк. Здесь крутяк, настоящая дыня пахнет. Мой муж звонит. Следующий аромат, наверное... Наверное, действительно было землетрясение. Может быть, он это... Угу, услышал. Угу. Короче, не тупим дальше. Бараонда. Бараонда Насамата. А что такое значит Бараонда, ты знаешь? Лучше бы я знала. Нет, уже не знаю. Ой, какая крышка прикольная вообще. Пробковая. Так, интересный аромат. Так, ставим. Вау. Специи. Хорошо. Я расплываюсь в улыбке, когда... Полынь? Нет? Тут нет полыни? Здесь нет. Полынь будет дальше. А мне вот отдает специями травой какой-то. И плюс он такой сладкий. Для меня он сладковатый. Какой-то... А, может быть, как настойка на травах какая-то. Ну, не ром, ничего такого я не чувствую. Есть ром? Виски. А, виски. Виски, да. Здесь прям стартовая нота виски. Многие ее слышат как вино, потому что здесь сухофрукты. Да. Сухофрукты? Да, здесь есть сухофрукты в этом аромате. Ну, это не мой аромат, сразу тебе говорю. Он меня бы душил. Он по осени хорош, знаешь, уютный такой, в принципе. Ну, я не чувствую базовый, я чувствую вот именно отдаленность каких-то специй. Интересно даже что-то... Тебе в целом нравится более холодный, я заметила, аромат? Это теплый аромат. Да, это не холодный точно. Блин, чем-то таким интересным пахнет. Каким-то набором специй, я не пойму. Набором специй? Да. Но он специевый, да. Я тоже слышу в нем специи. Не знаю, какие, правда, но ощущается. 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 Какая-то травянистость такая. Немой аромат, и он мне не очень нравится. Не очень нравится? Нет. Но он супер интересный. Он интересный, да. Многогранный. Я слышу здесь, знаешь, что про жилки грецкого ореха. Горчинку вот эту. Знаешь, когда даже не про жилки, а вот эта пленочка от ореха свежего. Я не пробовала никогда. Ну, ты не пробовала орех, он горчит. Если снять пленочку, особенно вот свежий орех, зеленый орех, не пробовала разламывать. Нет, нет, у нас не было никогда. Так, вот прям внутри вот это белое, оно такое немного молочное идет, а пленочка эта, она вот горькая. Вот я эту пленочку слышу. Не слышу. Следующий, да? Угу. Тоже на самата. Наркотик ВИ. Название такое? Да, название, да. Видишь, какие. Потом надо интересно перевести, что вот это значит. Что-то да, Бараонта, как же, по-моему, не помню. Нет, не помню. Не буду голословием здесь заниматься. Кстати, крышечка. Крышечка, поняла? Да, чего это? А можно заменять? Это крышка заменная, сменная. Я обожаю эти сменные крышки. Такие вот. Смотри, как классные. Да, удобно. Вот эта бадья не будет подать. Хотя она не тяжелая. А они продают типа две? Да, там идет упаковка такая, и вот эта крышечка рядом лежит. Вот так. Ты можешь путешествовать, типа брать ее с собой. Это цветочный аромат. Цветочный, абсолютно верно. Он полностью цветочный. Я не пойму, чем пахнет. И какими-то цветками очень знакомыми. Есть сирень, жасмин. Жасмин! Жасмин. Жасмин, да. И еще здесь белые цветы. Не понимаю. Жасмин точно чувствую. Прям чай, который я и пью жасминовый. Но он белоцветочный аромат, очень женственный. Очень. Не моно, а, как сказать, феминный такой аромат. Очень-очень ярко-феминный, женственный. Вот прям женщина только в нем ощущается. Да. В Турции, пожалуйста, отголоски, да? Написано 7.8, высокая магнитуда. Господи. Оу, бедные. Ну, сейчас это я уже почувствую. Страшно. Вот мне муж звонит. Короче, давай остановим видео, отвечу своему мужу. Он всегда переживает. Давай. Все, поехали. Так. Ну, что с жасмином, значит, с наркотиком. Остально почему называется наркотик? Наркотик. Наркотик, дурманящий аромат. Ну, это же все маркетинг. Ну, это же все маркетинг. Кстати, он не дурманящий для меня. Здесь еще лилия есть. Пыльцовость, не слышишь? Лилия, жасмин и тубероза. Ну, вот все белые цветы вот эти. Но они не просто не только белые цветы. Здесь есть перчинка такая. Здесь есть пряности. Я не чувствую пряности больше. Потому что вот без этих пряностей он бы так не играл. Он бы слишком просто звучал. Когда просто цветы, это слишком простой раскрыт. Ну, как бы. Ну, он, кстати, для меня достаточно простой. Он обыгрывается пряными нотами. Но здесь немного нот. Слушай, я немножко в стрессе, если честно. Ну, ладно. Сейчас разойдемся. И, короче говоря, он для меня супер какой-то женский. Такой тяжеловатый для меня. В плане много цветов. Слишком. Не ретро? Не, не ретро. А вот просто немножко как душит меня вот этими цветами. Вот. Я, кстати, тоже, поэтому его редко ношу. Но он красивый. Красивый, да. Красивый такой женственный. Мне кажется, он чересчур... Знаешь, такой аромат а-ля Мэрилин Монро. Очень для... Прям очень... Гипер... Такие... Гиперсексуальных женщин. Вот. Которые прям подчеркивают это своим стилем, своим поведением. Мне кажется, вот это аромат для таких женщин. Которые априори не нанесут унисекс и Блэк Афгану. Поняла? Угу. Вот. Вот такой вот этот аромат. Классный. Аромат классный, но вообще не моё. Не твоё. Сейчас следующий аромат. Давай на это видео последнее, а следующие видео разделим, потому что что-то это... В общем, Ля Бель. Какой красивый. Ля Бель. Да, с сисечками, с попочками. Я принесла со жерельем. Видишь, вообще вот эта линейка, она не моя. Вот там нет ароматов, которые прям я западала бы. А вот этот мне понравился. Подожди, чайку надо снять. Придержи его. Придержи. Вот эту. Держи, держи. Оп. Такая пельдерка. Я ещё пальцы потушу. Он такой... Ой, так распыляется сильно. Угу. Ой, вкусный. Скажи. Классный. Люксик. А вкусненький. Это не ниша. Да? Чтобы было понятно. Да? Да, это люкс. Алкогольный тоже. Нет? Ну, ты слышишь алкогольность? Я чувствую. Здесь нет нот алкогольных, но... Я чувствую прям... Немножко кока-колкой мне какой-то даёт. Сладеньким чуть-чуть. Ммм. Слушай. Я вообще тут за давно не вдыхала один раз. Вот он тоже женственный. Он тоже супер сладкий. Тоже для меня сексуальный. Ну, вот он для меня такой, что я могу им подушиться. Понимаешь? А вот те, которые мы нюхали с цветами, вообще не моего. Меня душат. А вот это прям... Классный. Груша здесь. Слышишь? Угу. Для меня какой-то кока-колкой пахнет. Угу. Груша карамель и ветивер. Угу. Вот у меня какой-то виски с колой почему-то. Угу. Прикольно. А ну-ка, да ещё пальчики свои. Угу. Как-то так, да. Он как-то дюшестно-лимонадный немножко на тебе. Ну, что-то такое лимонадное, но при этом тоже женственно, сладковато. Ну, сладковато вот приятный сладкий. Красиво он раскрывается. Очень. Он, кстати, очень шлейфовый. Да? Прифузные и стойки, да. И стоит 3 коп... Ну, не 3 копейки, конечно. Ну, я имею в виду в соотношении с другими ароматами. Да и большой объем тут, кстати, да? А, 50. Малышка. Не снять больше. Вообще вот такие они большие. Мне, кстати, их сотки не нравятся. Они очень грубо смотрятся. Вот в колтинничке это самое то. А в тридцатках нет ожерелья. Там не полное оформление. Угу. Вот. А сотки огромные просто. Ну, прям тетки стоят. Очень классный. Классный аромат. Ну, что? Давай вот так коротенькое. Видим? Как коротенькое? Между прочим, восьми почти получилось. Да. Да. Сейчас мы перепьем кофе и вернемся к вам еще с одним видео. Снимем еще видео. А что-то мы испугались немножко. Мы испугались, да. Не на шутку, но... Блин. Новости неприятные, конечно. Ну да. Вообще не смешно. Все. Все. Мы все. Мы все. Мы все. Мы все. Попуганы, но мне очень понравились ароматы, несмотря на то, что половина не моих, больше половины не моих. Эти тебе два понравились, да? Да. И последний, кстати, мне тоже. И последний. Да. Он, кстати, доступный, но версии Intense. Угу. Ну так вот. Она идет с градиентом. От черного к такому, к прозрачному. Красноватый такой. С красноватым этим переливом или отливом. Угу. Вот. И она более такая сладкая. Этот поинтереснее. Он тоже сладкий, но там слишком все приторно. Как бы, знаешь, овердоз как будто все. Да. Вот это сладенькое в меру. Классный. Очень вкусный. Я его слышу. Я его сейчас слышу. Вот ты машешь пальцем? Так, все. Хорошие ароматы. Переходим во второе видео. Да. Сейчас мы еще снимем второе видео. Давай кофею. Всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Леру. Подписывайтесь на Олю. В название. В названии. Никнейм. В названии. Все. Чин-чинь. Чин-чинь.